Мир вам, братья и сестры! Мы уже подходим к концу послания Иакова, и сегодня я предлагаю, чтобы мы прочитали из пятой главы, и мы прочитаем с 13 по 15 стихи. Пятая глава послания Иакова, с 13 стиха. «Зло страждет ли кто из вас, пусть молится? Весел ли кто, пусть поет псалмы? Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». В этих стихах практически Иаков дает совет на все случаи жизни. Практически вот с чего состоит жизнь человека? Из скорбей, из радостей и из болезней. И здесь Иаков говорит о том, как человек должен реагировать на то, что происходит в его жизни. Вообще вот здесь «зло страждет», вот это слово значит «страдать» или «переносить страдание», или «скорбь», или «мучиться», или «испытывать невзгоды». В английском языке просто используется слово как «страдание», «suffering». И здесь Иаков говорит о том, что человек верующий должен делать в таких случаях. Вообще, если мы, может быть, вспомним, когда в нашу жизнь приходили какие-то трудности, приходили какие-то испытания, вот какая наша первая реакция, что мы делаем? Иаков говорит, что когда вот это приходит в жизнь верующего человека, то единственное, что человек должен делать, это молиться. И мы можем увидеть, насколько вообще нам Библия показывает вот как бы вот эту вот силу того, когда человек обращается к Богу вот в таких случаях жизни. Вот сам Бог говорит в Псалме 49 через Асафа в 15 стихе такие слова «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Сам Бог, обращаясь к человеку, дает ему гарантию, что только Бог практически может избавить человека вот от каких-то несчастьев. Мы когда читаем вот про Иова, Иов, обращаясь к своим друзьям, говорит «Жалкие, утешите ли вы?». Они пришли к нему практически вот в то время, когда у него наступило время скорби, и он, слушая их, понимает, что от них практически утешение не приходит. И вот мы на протяжении всей книги Иова можем проследить, когда Иов ищет утешение от Бога. Он искал утешение от Бога, и никто из друзей не смогли ему дать вот это вот тешение. Мы читаем другой Псалом Асафа, 76-й Псалом, в третьем стихе он так говорит «В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения». И в этом Псалме Асаф сам говорит о том, что его душа отказывается от утешения человеческого. Он ищет вот этого утешения от Бога. И вот если мы даже задумаемся, вот когда приходят какие-то переживания в нашу жизнь, то мало людей могут, ну, как-то понять человека, через вот какие трудности он проходит. Если у человека умирает кто-то в семье, человек пытается, ну, как-то искать, может быть, какого-то утешения у людей, или даже, наверное, больше сказать, что люди пытаются как-то утешить такого человека. Но нам даже Библия показывает, что утешение в таких случаях, вот то, что апостол Павел говорит, «Утешайте друг друга такими словами», и он ставит вообще в основу Бога, что через Бога придет утешение, что будет встреча, и что все вот это идет на основании вот того, во что мы верим. Мы можем увидеть в жизни Давида, никто из людей его не мог утешить, даже насколько у него был вот хорошим другом Иоаннафан, но когда приходили вот какие-то переживания в его жизнь, даже когда Саул за ним бегал, то Иоаннафан его не мог утешить сам. И когда Иоаннафан приходит к нему, и там вот мы читаем такие слова, «И он укрепил его утешением на Господа». Он ему дает вот эту вот надежду на Бога, что Бог его может укрепить. Мы потом в Псалме 185 читаем, Давид говорит в 7 стихе, «В день скорби моей взываю к тебе, потому что ты услышишь меня». И 119-й Псалом тоже читаем, «К Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня». Далее, когда мы идем, уже Соломон говорит в притчах, вот интересные слова. Когда у человека происходит несчастье в жизни, он предупреждает человека, чтобы он не ходил в дом брата своего во дни несчастья. Это притча 27 глава, 10 стих. «Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего». И вот нам Слово Божие показывает вообще, насколько большее утешение человек может получить от Бога, нежели от кого-то другого. И здесь Яков говорит, «Зластраждет ли кто из вас? Пусть молится». И следующее, вот посмотрите, наверное, вот самая как бы хорошая пора в жизни человека – веселье. «Весел ли кто? Пусть поет псалмы». Вот нам Библия вообще разделяет радость, которую испытывает человек. И нам Библия разделяет даже людей как бы по категориям, которые испытывают какую-то радость, когда верующие испытывают радость и когда испытывают неверующие радость в своей жизни. Вот в книге Амоса, в 6 главе, 13 стих. «Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите, не своей или силою мы приобрели себе могущество». И в данном случае Амос показывает то же состояние человека, который радуется вот какому-то нажитому имуществу, которое он приобрел. И он показывает, что вот эта вот радость, она как бы ничтожная, вот эта радость, вот то, что вот вы делаете. Мы читаем, как бы Иова, вот один из друзей, который приходит к нему, Сафар его зовут, 20 глава, 5 стих, он говорит такие слова. «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно». И нам вообще Слово Божие показывает на то, что вот какая-то земная радость, вот которую испытывает человек, она быстро проходит. В данном случае Иаков говорит о чем-то другом. То, что человеку дает радость, когда он может петь псалмы, когда он может обращаться к Богу, когда он может прославлять Бога в пении. И вообще нам Слово Божие показывает, что радость, она тоже нисходит от Бога. Бог дает радость человеку. Мы можем увидеть, когда вот в псалме в 50-м Давид, обращаясь к Богу в покаянии, он говорит «возврати мне радость спасения твоего». Вот что человек может делать, когда человек вот радуется тому, что он получил спасение от Бога. Или какое состояние испытывает человек, когда покаялся. Давид показывает, что это состояние, которое приносит радость человеку. И в данном случае мы можем понять, почему Иаков говорит, что пусть поет псалмы. Мы потом другое читаем. Вот в Екклезиаст 2 глава, 26 стих. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим, и это суета и томление духа». Заметьте, что даже когда человек имеет какой-то материальный достаток, какое-то довольство в жизни, здесь тоже необходимо понимать, что это приходит к человеку от Бога. И здесь вот правильная реакция, о которой говорит Екклезиаст. Он говорит, что здесь надо понять, что это идет от Бога, потому что Бог дает вот эту вот радость человеку. А в предыдущем вот то, что вот мы читали, что радость лицемера, она мгновенна, или веселье беззаконных, оно коротковременно. То, что вот испытывает верующий человек, эта радость, она у человека верующего остается. Мы читаем вот даже в Матфея, в 5 главе, когда Иисус Христос говорит на горную проповедь, он практически, вот когда вот обращается к ученикам, он всегда их призывает к радости. Вот в Матфея 5 глава, 12 стих, он говорит, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророках, бывших прежде вас». И вот интересно, что в том случае, вот как бы вот то состояние, в котором вот люди должны бы находиться, они должны вот как-то быть в страдании. И Иисус Христос, наоборот, показывает, что вот вы должны радоваться этому, потому что вот значит вы живете подобно тем, которые были прежде вас, которые были пророки. И это должно приносить вам радость. Вот мы даже, когда идем уже в деяния святых апостолов, когда апостолы сидят в темнице, они начинают петь. Вот что им приносит радость? Им приносит радость именно вот то, что они могут пострадать за Иисуса Христа, за имя Иисуса Христа. И как бы в той ситуации они, наоборот, должны, наверное, молиться были, что им плохо и так далее, но это им, наоборот, приносит радость. Мы, когда вот читаем, Иисус Христос, когда воскрес, и он является своим учеником, Матфея 28 глава, он снова к ним обращается и говорит, радуйтесь. И вообще человеку верующему свойственно радоваться, человеку верующему не свойственно быть в какой-то депрессии, быть в каком-то унынии. Приходят какие-то испытания в жизнь человека. Вот мы, допустим, читаем, когда 1 Петра, 1 глава, когда апостол Петр начинает вот это вот послание, и он говорит о спасении, которое получает человек через Иисуса Христа. И вот в 6 стихе он говорит такие слова. «А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа». Даже в каких-то переживаниях, в каких-то искушениях или в каких-то испытаниях нас Слово Божие призывает всегда вот как бы не терять вот наш дух, чтобы нам не терять радость, чтобы не быть в каком-то унынии. И вот заметьте, что вот то, что вот говорит здесь Иаков, если вот кто злостраждет, если кто находится в переживании, молись Богу, Бог даст тебе вот это успокоение, Бог даст тебе вот эту радость, и Бог тебя сможет утешить. Мы даже вот когда вот читаем в Коринфянам, во втором послании Коринфянам апостол Павел обращается к ним в 13 главе 11 стих «Радуйтесь, усовершайтесь и утешайтесь». Снова обращение к верующим людям не просто вот как бы что вы молитесь, вы изучаете Слово Божие, но вот то, что вот поднимает как бы дух человека, чтобы человек находился вот в этой радости. Мы читаем в Римлянам, тоже апостол Павел говорит 12 глава 15 стих «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущимися». А в Филиппийцам 4 глава 4 стих «Радуйтесь всегда в Господе» и еще говорю «Радуйтесь». И вот это очень свойственно для верующего человека, чтобы человек, когда испытывает радость, Яков говорит «Пойте псалмы». Вот что, вот как вот радость человека верующего, она выражается. Следующее, о чем говорит здесь Яков, он говорит вот о том времени, когда человек находится в болезни. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви». Здесь хотелось бы отметить вот именно что говорит Яков. Пусть призовет пресвитера в церкви, пресвитеров во множественном числе. Здесь он не говорит одного человека, он здесь показывает, чтобы несколько человек позвать. И вообще, если мы посмотрим, то нам Библия вообще показывает о том, чтобы человек не привязывался как бы к одному человеку. Вот даже, когда Моисей умер, никто не знал о том местонахождении, где он был похоронен. Чтобы люди не сделали из этого вот какое-то место поклонения, чтобы люди не стали приходить и кланяться туда. Вот мы даже про Иисуса Христа, когда читаем, «И Христос воскрес», не было вот там, чтобы он остался и чтобы люди как бы поклонялись вот какому-то месту. И когда мы читаем «Деяния апостолов», в третьей главе, когда Петр и Иоанн идут в храм, вот там описывается реакция человека, который сидел и просил милостыню у людей. Он получает исцеление, Петр ему как бы дает это исцеление через Иисуса Христа. И вот там, заметьте, вот то, что реакция вот этого человека, она совершенно правильная. С 8 по 9 стихи, 3 глава. «И вскочив, стал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. Исцеляют его Петр и Иоанн, он видит в этом исцеление от Бога». Вот это вот правильная реакция человека, когда человек получает исцеление от своей болезни, чтобы человек понимал, что это не от какого-то пресвитера пришло это исцеление, а что исцеление – это именно пришло от Бога. Мы потом далее читаем вот в этой же главе, когда апостол Петр проповедует, он говорит эти слова. «Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит». И здесь тоже описывается правильная реакция апостолов, через которых совершилось вот это вот чудо. Мы в «Деянии апостолов» далее читаем в 14 главе, когда уже Павел и Варнава совершают то же исцеление, когда им пытаются принести жертву, когда их называют богами, которые сошли с неба. И та же самая реакция. Апостол Павел говорит, что он наоборот, получается, он даже рвет одежды на себе, чтобы ему не воздавали вот эту вот славу. И вот здесь важно заметить, когда апостол Иаков говорит о том, кого призывать во время болезни, он говорит, что именно призовите несколько человек, чтобы не было вот этого как бы привязанности, что это один человек совершает вот это вот какое-то исцеление. Даже вот в нашей церкви, когда вот проходят вот эти молитвы с помазанием, то у нас несколько пресвитеров идет. И, кстати, у нас в церкви, ну, достаточно, наверное, регулярно проходят вот эти вот молитвы с помазанием. И вот то, что здесь апостол Иаков говорит о том, что эта молитва работает, я вам скажу, что да, действительно она работает. Вот когда вот совершаются молитвы, допустим, у нас, когда человек болеет, то однозначно человек все равно использует, ну, каких-то врачей, использует какие-то лекарства и так далее. И, ну, наверное, когда вот даже спрашивают потом человека, что вот, как ты лечился и так далее, и человек, наверное, порой говорит, ну, называет вот какие-то там препараты, что он принимал и так далее. И, может быть, не так ясно или ярко для человека звучит вот это, что вот эта молитва, она как принесла исцеление человеку. Если помните, у нас вот, наверное, сколько уже год или сколько назад, у нас здесь благословляли ребенка у Артема и у Лены. Вот если так сказать, то вот та молитва, помазание, которая случилась, это была, наверное, самый яркий такой ответ вот в нашей церкви, когда вот 10 лет не было ребенка, была молитва помазания, и мы когда уходили, по-моему, Владимир Петрович сказал, мы вернемся через год, будешь держать ребенка. Ну, слова из Библии. Через год родился ребенок. Вот эта молитва, о которой здесь говорит апостол Иаков, она действительно работает, и это действительно вот то средство, которое оставлено для нас в Новом Завете, вот как получать исцеление. Но здесь заметьте, что приносит вот исцеление. Молитва веры. Мы в этом же послании читаем о том, что человек должен немало не сомневаться, ну, допросит с верою, немало не сомневаясь. И мы в Новом Завете очень много можем увидеть того, что вера, она совершает великие дела в жизни людей. Иисус Христос, когда был на земле, и вот в Матфея, в 21 главе, когда он проклинает эту смоковницу, то, что на ней не было плода, и написано, что смоковница тотчас засохла, и он, обращаясь к своим ученикам, говорит, что все, что не попросите в молитве с верою, получите. Это обетование, которое дает Иисус Христос, чтобы, прося в молитве что-то у Бога, мы действительно могли верить, что мы получим это от Бога. Следующее, посмотрите, здесь показывает тоже Иаков как бы причины болезни. Он показывает, что если кто соделал грехи, простятся ему. То есть, есть болезнь в жизни человека, которая приходит из-за греха, потому что как наказание за грех. Вот мы в воскресенье будем участвовать в вечере Господней, и опять вот это место будет читаться. От того из вас многие немощны, больны, и немало умирает. И там вот апостол Павел показывает, что причина недостойного участия в вечере, это может быть болезнь в жизни человека. И мы можем другие как бы увидеть в местах, что происходит в жизни человека, или по какой причине приходят болезни в жизни человека. А в Иоанна, в 9 главе, со 2 по 3 стихи описывается диалог, когда Иисус Христос проходит с учениками и видит человека, который сидел слепой от рождения. И ученики его спрашивают, кто согрешил он или родители его, что он родился слепым. Иисус Христос говорит, никто не согрешил, ни он не согрешил, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Вот в данном случае, где Иаков говорит вот эти слова, если соделал грехи, то есть не всякая болезнь, она именно за грех. Болезнь может быть для того, чтобы явились дела Божьи на человеке, чтобы прославился Бог через какую-то немощь когда Бог дает ему исцеление. И вот если вот мы посмотрим на Иова, то вот эти страдания Иова, они не пришли к нему за грех. Эти страдания к нему пришли для того, чтобы показать дьяволу, что он останется верным. Или вот как мы сегодня понимаем, это пришло испытание в жизнь Иова, чтобы он показал, что он действительно останется верным Богу. И там приходит к нему такой человек Елеуй и в 33 главе он тоже описывает как бы вот что может происходить в жизни человека. Когда человек вразумляется написано болезнью на ложе своем, жестокую болью в костях своих, жизнь его отвращается от хлеба, душа от его от любимой пищи. И когда к нему приходит человек, который ему способен показать именно почему происходят вот эти события в жизни этого человека, почему происходит вот это испытание или болезнь в жизни человека. вот там с 24 стиха 33 глава Бог умилосердится над ним и скажет освободи его от могилы я нашел умилостивление тогда тело его соделается свежее нежели в молодости он возвратится к дням юности своей будет молиться Богу и он милостив к нему с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его он будет смотреть на людей и говорить грешил я и превращал правду и не воздано мне он освободил душу мою от могилы и жизнь моя видит свет и здесь он как бы описывает реакцию человека когда человек получает исцеление но он понимает что у него эта болезнь была за его грех он здесь говорит что он получает выздоровление и он обращаясь к Богу говорит он освободил душу мою от могилы и Бог ему возвращает его праведность и здесь Яков показывает что если человек болел и вот произошла вот эта молитва с помазанием что человек получил исцеление и человек вот обычно когда это происходит всегда проходят беседы чтобы человек мог исповедоваться если человек знает какие-то грехи что у него есть в жизни и когда человек исповедуется тогда вот проходит вот эта вот молитва помазания и человек как Иаков здесь говорит получает исцеление вот то что вот мы сегодня прочитали здесь вот практические советы на то что мы должны делать в своей жизни вот в различных вот таких ситуациях когда приходят скорби чтобы мы могли молиться если приходят радости если мы испытываем радость в своей жизни чтобы мы могли как написано петь псалмы воздавать благодарность и славу Богу и если мы переносим какие-то болезни здесь тоже вот дан вот этот способ как получить исцеление чтобы Господь мог исцелить и заметьте насколько важно вообще иметь веру в молитве вот если мы будем проверять вот насколько мы доверяем Богу насколько мы доверяем молитве мы можем наверное проверить это просто вот что приходит нам первое вот на мысли когда мы проходим какие-то испытания или когда мы находимся в болезни кому мы обращаемся к первым к врачам к друзьям к родителям и так далее или у нас вот первое вот этого средства вот во всех случаях жизни это молитва и вот если мы будем практиковать молитву в нашей жизни и получать ответ от Бога это будет более и более укреплять и нашу веру и вот тех кто находится вокруг нас потому что вот это действительно работает когда человек видит что через молитву получает человек исцеление то у человека укрепляется его вера пусть Господь благословит нас чтобы действительно вот в своей жизни мы могли вот в различных ситуациях обращаться к Богу прославлять Бога и просить о Его помощи и иметь веру в нашей молитве аминь помолимся что это Продолжение следует...